Привет, дорогие зрители моего канала, с вами снова я, Блэкс Инфинити. А где я? Ну, я переехал. Ну, кто следит за стримами, все знают. На Twitch подпишись, чтобы быть в курсе. Но это вообще не важно. Интерьер, фон, это все нас не интересует. Нас интересуют только новинки кино. И сегодня вышел трейлер фильма «Матрица 4. Воскрешение». Киан Ривз возвращается вместе с компашкой из трилогии. Но не всей, не всей, к сожалению. И давайте посмотрим трейлер, вынесем вердикт, смотрим ли мы это или это мы не смотрим. Погнали. Томас, вы чем-то встревожены сегодня. Расскажите, что произошло? То, что мне снится, не похоже на обычные сны. А Киану Ривзу кто-нибудь сказал, что он уже не в киберпанке, а то что он образ не меняет. О. Привет. Это когда, это яко, если человек по говном будет. Мы знакомы? А это же трек из «Апокалифс сегодня», правильно? Нет. А это же «Вайт Рэббит», точно. Режиссер Лана Вачовски. Ты ищешь правду, Нео? Тогда следуй за мной. Единственное, что для тебя важно, до сих пор здесь. Поэтому ты все еще сражаешься и никогда не сдашься. Ты меня не знаешь. Нет? Как? 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 Блядь, что это такое? Спустя столько лет вернуться туда, где все началось. Обратно в Матрицу. Матрица. Воскрешение. А точно воскрешение? Может похороны? Блин, ну не знаю, короче. Ну вот если честно, вот хочется после просмотра трейлера сказать, собственно говоря, а где связь с Матрицей? Ну вот ты смотришь трейлер и думаешь, а при чем здесь Матрица? Ладно. Ну вот объясните мне, почему Киан Ривз в том же самом образе, что он был в Киберпанке в Джоне Уике? Ну знаете, обычно, когда вы делаете фильм, ну вот ту же Матрицу, вы должны соблюдать какую-то экосистему внутри своего фильма, чтобы зритель понимал, что ты внутри вот этой вселенной. А вот когда вот такое происходит, типа, ну вот сразу, это не, ну это, ну даже, ну вот никак не влияет просто вот в такое, вот чисто от себя мое мнение, я говорю сейчас. Вот когда такое происходит, ну типа, сразу выбивает из колеи. Тем более, снято это все как-то, ну, странно. Зеленая логу, типа, ну Матрица. Ну у меня тоже зеленая, я в Матрице, типа, или еще, или нет, кто знает. Ну вот эти, вот, ну что, ну очень. Вот где вот кадр, вот абсолютно дженерик какой-то, вот где связь с Матрицей. Ну выглядит как будто я главного героя 2, смотри. Вместо Райана Рейнольдса теперь Киан Ривз. Привет. Но это же не уровень Матрицы, типа, ну ладно, я потом скажу. Мы знакомы? Вот вечный, вот солнце. Вот я заметил, что в трейлере тупо солнце. Вечные пересветы какие-то, но непонятно. Как-то визуально он выглядит странно. Полетаем. Ты ищешь правду, Нео? Тогда следуй за мной. Не, я не хочу дальше досматривать этот трейлер. Если честно, ну, я не скажу, что трейлер прям, ну вот, кал. Но вот я вот так не скажу, наверное. Сейчас многие поделятся на два лаги, но он средний какой-то, типа. Ну, ради пиу-пиу может посмотреть. Но непонятно, как пиу-пиу в этом фильме. То есть, вот визуально вот очень странно выглядит. Как будто... Вот фильм, вот знаете, вот такой фильм, который вот, типа, вот стараются вот сделать его крутым, но он будет на шесть. Стрясти, как бы ты ни старался. Вот это вот такого рода трейлер. Вот с воспоминаниями. Вот я не смотрел вроде трейлер воспоминаний на Ютубе. Но я когда на Твиче посмотрел, те, кто были на той трансляции, я говорю. Вот это тот трейлер, когда фильм вроде хочет быть на восемь из десяти. Ну, хороший фильм. Но это будет, ну, максимум шесть средняк. Вот и где я был не прав. Потому что воспоминания это в итоге, это просто шесть из десяти. И просто, и все. Ну, может, ниже даже, не знаю. Вот и тут такая же ситуация. Типа, ну, ради пиу-пиу посмотреть. Просто я смотрю трейлеры, это выглядит как будто Звездный Войн, пробуждение силы, знаете. Вот такой рескинчик. Опять белый кролик, опять он в матрице, опять таблетку ему дадут. Ну, рескин первой части. Вот так вот это можно назвать. Ну, давайте уже подробнее поговорим. Сейчас. Я, знаете, я вот матрица первая, это действительно в какой-то, ну, мере революционный фильм. Это отличное кино, это отличный экшн-фильм, это отличный фильм на подольце. Там множество разных скрытых глубин вот этого вот всего. Это было круто. Первая часть действительно можно даже считать культовой. На самом деле мы вот недавно на Твиче пересматривали. Кстати, на Твиче мы пересматривать будем и вторую с третьей части. Поэтому ссылочка внизу, подписывайтесь обязательно, чтобы не пропустить, вместе с нами пересматривать. Но по воспоминаниям вторая часть еще ладно. Она была вроде хорошая, неплохая. Там экшн тащил, там тоже было много культовых кадров. Третья, это уже понос осла. Извините, но третья часть это кал. Это вот тот уровень концовки, который мы не заслужили и никто не заслужил. Вот что-то на уровне восьмого сезона Игры Престоловых. И когда вот как бы, ну уже мертвая франшиза, матрица, ну она мертва. Делать ребут не вариант засрут, потому что нет Киана Ривза, нет тех актеров. Это, ну, ребут матрицы, ребут франшизы не вариант делать. Есть вариант делать продолжение. Но у нас уже есть примеры вот таких вот продолжений. Это Звездные войны, да? Звездные войны. Ну, пробуждение силы еще было неплохим, да? Ну, неплохо было. Все-таки они там как-то постарались что-то там освежить. Но дальше мы помним, что случилось. Дальше был пятикратно переваренный кал, как говорится. Терминатор. Сколько раз пытаются сделать продолжение второй части? Каждый раз, ну просто, ну, четыре раза обосрались. Третья обосралась, четвертая. Ну, четвертая мне нравится еще, неплохая. Но тоже обосралась. Пятая обосралась, шестая, ну, вообще, ну, полная обосралась. Трансформер. Вот тоже после третьей части там поставили точку. И два раза эту франшизу пытались продолжить. Вот в кое-то веке они, наконец-то, с Бамблби начали какой-то ребут делать. Пытаться делать ребут, как такой софт-ребутик. Это тоже, ну, вариант такой. Пираты Карибского в море еще. То есть, трилогия закончилась. Причем она закончилась внятно, хорошо, хорошо выдержанная трилогия. Поставили точку. И потом пытаются делать продолжение на уже мертвой закрытой франшизе. То есть, сюжет никак не развить. Четвертая часть обосралась. И уже, а она обосралась, но все равно делают продолжение, оно получается еще хуже. Вот мне кажется, что Матрица Воскрешения, даже несмотря на то, что трейлер в какие-то моменты, ну, может, да, такую ностальгическую слезу чисто вызвать, чисто как уникальное какое-то произведение полностью провалится. То есть, если я, если честно, с самого начала не ждал Матрицу продолжения, потому что мне кажется, что это, ну, гиблая идея. Полностью гиблая идея, Матрица Воскрешения, это будет что-то, ну, вот на уровне, ну, Терминатора, вот, в последних частей, или Пиратов в последних частей. Вот мне так кажется, серьезно. И этот трейлер, причем, еще сильнее увеличивает опаску, потому что снято все супер-дженерик, как будто Восхождение Юпитер, смотрю. И здесь еще одна проблема, потому что снимает это все Лана Вачовски. Она одна. Раньше они были братьями, если кто не знает. Вот, братья Вачовски были, сейчас сестры Вачовски. Но одна не смогла, она сказала, я не буду делать. В итоге осталась одна, то есть, тандем, который создал ту самую трилогию, тот самый культовый первый фильм. Из этого тандема 50% только осталось. И даже этот тандем, что работал до этого, снимал такие фильмы, как Спиди Гонщик на 0 из 10, и Восхождение Юпитера на 0 из 10. И до этого они еще там сняли сериал Восьмое чувство, вроде Эйдсенс. Но он тоже такой был для девочек, чисто. Ничего такого новаторского. То есть, после Матрицы у этих режиссеров, режиссерок, не знаю как это называть, особенно у одной, ну ничего не было. И у нее был огромный перерыв. И она одна. Вот как она это вывезет? Я вообще, ну вот, не понимаю. Да, может случиться чудо. Чудо в искусстве всегда случается. Но трейлер пока дает большую опаску, что это будет фильм, ну максимум на 6. Ну максимум на 6. Молиться я вот, вот, вот хорошим, вот крепким, хорошим фильмом я вообще вот гарантирую, это не будет. Это не будет. 7. Дай бог это будет неплохо. Дай бог. Но у меня опаска, что мы выйдем из кинотеатра и скажем, ну какое же дерьмо. Вот как это было с Скайуокер Восход, Терминатор Тёмные Судьбы, Пираты Кривского моря рассказывают сказки, Мертвецы не рассказывают сказки. Вот это все. Вот это все будет, вот это все снова произойдет в какой-то момент. Знаете, вот пример франшизы, которая все не помирает, это Форсаж. Вот она единственная, которая как бы барахтается. Ну причем ее барахтывание, оно уже, ну виднеется к закату. То есть 8-9 часть, они уже там еле-еле. Ну лично вот для меня, ну для фаната бреда, то есть я смотрю Форсаж как такую комедию постироничную. Но это уже, ну не получает. Ну как бы, ну вот 7-я часть, это была верхушкой вот этого вот всего. 8-я и 9-я очень сильно паразитируют. Да, еще мне, ну в принципе, неплохо, да. Но вот мне кажется, что дальше, если они в финальную вот эту стадию не зайдут, то у них следующие фильмы, они будут просто, ну сон и вообще. То, что они паразитируют уже друг на друге, и это становится смотреть скучно, если честно. Вот, тут непонятно, тут непонятно. Матрица, Матрица Воскрешения. Ну посмотрим, конечно, но мне кажется, будет намного хуже Человека-паука нет пути домой. Хотя про Человека-паука нет пути домой, я знаю, многие тоже напишут в комментариях, что это тоже игра на ностальгии, что это тоже байт на прошлые фильмы. Но знаете, разница в деталях. Ребята, разница в деталях. Здесь это Рискин, там это совершенно новое. Там три паука вместе. Такого мы еще никогда не видели. Это будет действительно уникальный фильм, который понравится всем трем фанатам паука, я надеюсь. Хотя тоже я говорил в трейлере на паука опасность, и там есть опасность, есть всегда. Единственное, за что я, наверное, не переживаю на данный момент, это за Дюну Дель Вильнева. Хотя на самом деле стоило бы переживать, потому что первые оценки были не столь огромные, как это ожидалось. Хотя у Бегущего Полеза 2049 тоже были не столь огромные. Ладно, я уже затянул. Пишите в комментариях, что вы думаете по поводу трейлера, по поводу моего мнения на этот трейлер. Ждете Матрицу или нет? Будете смотреть две части Матрицы, которые можно смотреть на Твиче. Подписывайтесь на канал, на Твич. Колокольчик здесь прожимайте. Ставьте обязательно лайки. Подписывайтесь на мой Инстаграм, где выходят мнения на фильмы. Краткие, самыми быстрыми. То есть впервые, там, я злое посмотрел, кстати. Вот. И на группу ВКонтакте, чтобы следить за новостями, кино, игр, стрибов, видео. Там все вот это вот, собственно говоря, есть. Вот. Все. Всем пока, берегите себя. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok